я не хотел клуб потому что мне кажется что ну сейчас такая тема вот маленькие клубы средние клубы они очень быстро умирают появились большие классные площадки до ангарного такого типа и они договариваются с артистами некий эксклюзив то есть допустим вот в год ты у меня играешь 5 концертов но я тебе сто процентов плачу за эти пять концертов но при этом в москве ты больше нигде не играешь корпоративы понятно а вот там клуб в котором больше там 100 человек ты уже и вот такие большие клубы они просто хранили маленький а формат у тебя сейчас какой ну скажи я у меня маленький бар коктейльный бар с акустическими концертами дискотеками в пятницу субботу хорошей кухни кстати да кухня бар очень маленький да просто мизерно там как как таковой даже сцены нет то есть там подиум но с хорошей акустикой с хорошим звуком и все артисты которые у меня выступали даже наши звезды все очень довольны и хватит а как вот сами артисты они приходят для них же необычно спать в маленьком или нормально слушай как артиста зависит кому-то нравится в таком формате другое дело что я не могу им гонорар заплатить нормальный и поэтому они у меня выступают например от входа и если группа понимает что они соберут свою аудиторию то они легко соглашаются такие типа он плакт да да то есть это гитара без не но можно кахон там можно кахон это такой ящик на котором до сидит барабанчик и стучит где был акустический барабан до нового года вообще думаю какой классный вообще да ну или электродные барабаны просто вместо нет для обычной установки в принципе она там не нужно потому что зал маленький ну а и как-то все гитары контрабас баян скрипка вот клавиши все это там и однажды помню ехал ехал смотрю пятницкая стоит оказалось это у тебя там выступали хиттерс шляпники шляпники да ну там было вообще не про улицу перекрыта но мы просто дружим с ребятами это был день рождения бара и я попросил их приехать и они приехали бесплатно да серьезно гонорара то есть видишь это получается такая дружба как сказать иногда думаешь блин как круто ну слушай там вообще это у людей творческих достаточно частое явление да ну там запиши там снимись в моем клипе да ты там известный блогер вот и снялся в клипе у группы да там группа снялась у тебя там песню подарили там ну такое творческий взаимозачет ну и принципе многие люди дружат но реально они искренне не хотят брать тебя там не западло им сыграть да вообще нормально еще ну и за что я им кстати очень благодарен шляпникам потому что они уже были звездами и просто так вот приехать бесплатно из питера приехать бесплатно выступить и там было да очень много людей даже вход закрыл этапа туда люди приходят нужно более-менее сосну свои так сказать своя тусовка да ну да я так и хотел я был в питере и мне очень нравится вот атмосфера был в питере в общем да с чего появилась идея именно бара такого я очень хотел питерский бар небольшой с небольшим меню вкусной кухни коктейлями и такой атмосферы знаешь когда ну то есть официант может не знаю блокотиться на столик когда у тебя заказ принимается он не ходит в форме а приходит в обычной футболке там и может с тобой разговаривать ну естественно не фамильярничать да но при этом достаточно свободно они вот как мы привыкли там классического официанта который 30 раз извиниться там будет кланяться многие рестораны да у нас к этому приучили вот а в питере там совершенно своей атмосферой как раз в этих маленьких заведений и туда ходят естественно постоянные гости они друг друга знают не было бы радио не было бы и концерт вот как бы такая некая ну конечно я почка собственно когда попал в клуб концерт я уже работал на радио и мой коллега встретил меня там в коридоре говорит не хочешь попробовать себя арт-директором у меня не было опыта при этом я уже музыкантов знал там кого-то брал интервью с кем-то общался по работе на радио игра что нужно делать ну просто звонишь директору говоришь вот есть такая-то дата сколько будет стоить ваше выступление будет тебе вот 100 тысяч рублей все поехали и я попробовал у меня получилось понятно из-за них когда деньги получает как приходит когда пришел работать в клуб тогда еще концерт 2005 году это был там были такие не очень известные группы кавер группы так в основном выступали и непонятные там дискотека и хаосом странная такая была атмосфера я предложил хозяину на тот момент заведения давай сделаем ретро дискотеку летящей походкой все эту тему и рок и по и поп музыка там иностранные наши ну такое алка пати и артистов формата нашего радио с которыми я общаюсь на которых у меня есть выходы у меня не было никакого влияния знаешь из серии позвони дельфину и сказать вот ты я знаю стоишь 150 тысяч твое выступление может для меня там по-братски за 50 поэтому все риски а ты платил гонорар артисту да а если люди не пришли то нес собственно своя клуб и я ну и я свои деньги не отдавал хотя первый концерт как раз большой концерт был дельфина почему я вспомнил и хозяин мне сказал он тогда выпивал очень сильно и в тот момент когда я к нему пришел клуб был в минусе в жестком он уже заложил квартиру тещи чтобы платить аренду и зарплату сотрудников он уже такой отчаявшийся был в тот момент я пришел глю давай все меняем молодой парень без опыта но мне казалось что вот это должно выстрелить это в итоге потом выстрелил выстрелил и он все свои деньги и тещу на квартиру вернул да и был концерт дельфина тогда это было то ли 70 тысяч рублей сейчас не помню какая была сумма но чтоб ты понимал до этого артисты выступали там за 15 максимум и тут 70 и он мне горит короче если люди не придут я из твоей зарплаты все эти деньги потом в годовой зарплаты за год вперед и будешь на меня работать и слава богу люди пришли пришли до тогда еще у андрея андрей это дельфин был директор виноградов алексей легендарный кто слушал группу мальчишник я помню когда он приехал на встречу посмотрел что как-то тут это он давай попробуем ехать и все получилось чему я очень рад да и опять же не было радио не было бы у меня работы в клубе а для меня это тогда был заработок сопоставим с зарплатой на радио